друзья на нашем канале где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики экономики новости фондового рынка это сегодня небольшой обзор рынка за 21 октября за среду итак дорогие друзья мы начинаем итак дорогие друзья по традиции все наши видео обзоры мы начинаем ситуации на фондовых рынках ситуация сегодня не такая позитивная как она была вчера хотя и вчера она была тоже не особо позитивный но большая часть индекса вчера все-таки находилась зеленой зоне сегодня рынке таким похвастаться уже не могут хотя с утра когда мы смотрели на азиатско-тихоокеанский регион мы с вами видели довольно таки неплохую картину весь азиатско-тихоокеанский регион почти был окрашен зеленый цвет общая динамика была положительная и такую эстафету они передавали на европейские рынки но вот кстати с открытием европы похвастаться просто-напросто было нечем и мы с вами видим что немецкий да что британский fuci довольно таки сильное падение сегодня показали fuci вовсе потерял почти два процента dax теряет почти полтора процента а мы с вами много раз об этом уже говорили на данном канале что если падает европейские рынки то скорее всего очень не сладко приходится и нашему российскому рынку поэтому кто торгует на российском рынке очень внимательно нужно следить и за европейскими площадками потому что мы с ними довольно таки неплохо коррелируемся но была все-таки надежда на то что когда откроется американский рынок все-таки он придаст кое-какую поддержку но с открытием американских площадок мы с вами тоже не увидели такого позитива на американских рынках потому что продолжается все вот этот сериал с пакетом мер поддержки то дональд трамп не принимает то нэнси пелоси то дональд трамп говорит что переговоры заканчиваться то нэнси пелоси да вот она объявила дедлайн крайний срок это вторник вечер но вчера на эти слова забрала и говорит что пакет мер поддержки скорее всего будет принято уже к концу этой недели обозначает уже новые сроки конечно же игроков это уже немножко игрокам это немножко уже просто-напросто надоело и игроки просто сейчас заняли очередной раз такой выжидательную позицию и смотрит чем это все-таки дело закончится что вот мы с вами наблюдаем сейчас по американскому рынку они топчутся возле нуля то прибавляя две десятых процента то вот убавляя две десятых процента сейчас и вовсе стоят на нулевых значениях и конечно же таким образом они не сумели поддержать и наш российский рынок наш российский рынок индекс московской биржи в итоге потерял шесть десятых процента закрылись мы довольно таки ниже две уровни 2800 пунктов это такое сейчас психологическая даже цифра но мы с вами знаем что эта программа была только минимум я жду 2700 примерно плюс-минус по индексу ммвб по индексу ртс кстати который сегодня сумел закрыться в плюсе на две десятых процента я жду 1100 1110 и кстати говоря вот индекс ртс закрылся плюсом и давайте разберем почему но здесь конечно же далеко ходить не надо здесь все лежит на поверхности конечно же благодаря тому что укрепляется наша национальная валюта индекс ртс сегодня показывал довольно таки неплохой рост хотя к вечеру и его сумели просто-напросто залить доллар сегодня стоил в районе 76 с половиной это это мы уже предвидели с вами воскресенье когда строили планы на неделю вот в этом видео которое только что показал и здесь сразу же несколько факторов сошлись в едино но во первых дорогие друзья мы с вами знаем что увеличена продажа валюты по бюджетному правилу идет во всю продажу в рамках сделки по сбербанку третий момент о котором мы как раз таки и говорили в воскресенье это то что сейчас идет налоговый период ну и три четвертая наверное один из важных моментов и этот момент запомните новички которые не так давно торгуют на фондовом рынке по средам проходит аукционов и конечно же в эти дни наша национальная валюта всегда показывает такое хотя бы какое-то движение к своему усилению ну а сегодня мы вовсе увидели да что все эти четыре фактора сошлись в единый и рубль показал свою силу на фоне всего этого конечно же индекс фтс чувствовал себя довольно таки неплохо несмотря даже на то что вчера соединенные штаты америки расширили список санкций против северного потока 2 но пока игроки против ну игнорирует этот вопрос потому что сейчас особо сильно эти санкции уже не влияют да мы прекрасно понимаем что наложены санкции против компании которые строят это и оказывает всевозможную помощь именно поэтому академик черский ушел в территориальные воды российской федерации скорее всего он ушел для того чтобы застраховаться именно на территории российской федерации прецедент такого случая уже мы с вами видели когда строился вот этот наш знаменитый крымский мост и на него на компании которые страхуют тоже были наложены санкции и там была сделана такая ситуация что страховала какая-то неизвестная компания из крыма и сумели все-таки застраховаться и как видим мост был построен здесь такая же ситуация такие же маневры проводит и газпром сначала он вывел академика чешского из состава газпром флота зарегистрировал там на какую-то компанию ну а теперь скорее всего он академик чешский прибыл в территориальные воды россии чтобы здесь пройти страхование таким образом не зависеть просто-напросто от наших западных партнеров здесь единственный момент стоит вопрос такой очень важный стоит что будет с теми портами которые оказывают помощь потому что в мировой практике пока не было таких случаев когда вводили санкции против каких-то крупных морских гаваней до где примеру будет академик чешский брать те же самые трубы да вот здесь тоже большой такой вопрос но пока игроки этот момент игнорируют но хотя акции газпрома мы сегодня увидели что показали такое сильное снижение я сейчас внимательно слежу за этим потому что цены на газ сейчас на максимумах находится газпром пока на минимум скорее всего тему если газ продолжит стоить на таких же уровнях думаю что газпром в очень ближайшее время этот момент отыграет и конечно же очень удачно можно будет продать эти акции но основные покупки еще раз говорю по нашему рынку стоит делать именно уровнях две около 2700 и по ммвб и по индексу ртс около 1100 1110 это будут безопасные уровни это не гарантирует конечно же нам тот момент что рынок может и не может пойти и дальше вниз но это уже такой более или менее безопасный сценарий для покупок в спекулятивный среднесрочный такой портфель если же мы с вами посмотрим еще на западные площадки вернемся все-таки к американскому рынку потому что это сейчас тема самая главная самая основная уже меньше двух недель остается до дня выборов соединенных штатов америки незаметно да уже время это пролетает и здесь вновь обостряется все-таки борьба между джо байденом и дональдом трампом и ситуация здесь складывается таким образом игроки вновь в очередной раз начинают нервничать не только из-за пакета стимулов до про который мы только что говорили которые и так не могут принять но сокращается расставание расстояние между джо байденом и дональдом трампом и это конечно же вносит такую некую нервозность для игроков потому что когда расстояние между ними было довольно таки велико вероятность того что будут оспариваться президентские выборы было крайне мало и мы прекрасно все игроки мы с вами прекрасно понимали что скорее всего может победить джо байден и никаких оспариваний не будут никаких волнений не будет но чем меньше расстояние между джо байденом и дональдом трампом тем велико тем велика вероятность того что те что те будут оспаривать выборы и что то что другая сторона могут не принять данные выборы и здесь мы вновь должны дорогие друзья с вами вернуться к пакету мер поддержки соединенных штатов америки но уже рассматривать не с точки зрения того сделки республиканцев и демократов а должны рассмотреть ситуацию уже внутри самой демократической партии среди республиканской партии соединенных штатов америки ведь республиканцы которые заседают сенате чуть ли не в ультимативной форме поставили ультиматума дональду трампа они заявили следующее что если белый дом пойдет на соглашение с демократами в частности с нэнси пелоси то тогда сенат не одобрит кандидатуру дональда трампа верховный суд а эта ситуация тоже очень сильно накаляет того же самого дональда трампа потому что мы все прекрасно понимаем что если будут оспариваться выборы то решение будет принимать как раз таки верховный суд и свой человек в верховном суде дональду трампу сейчас как раз таки необходим как воздух и скорее всего мы вновь очередной раз что вчера об этом говорили что сегодня но вчера мы только со стороны демократической партии обсуждали выгоды почему пакет мер поддержки скорее всего будет принят после дня при выборов президента соединенных штатов америки потому что здесь остается две недели фактически решающего такого момента эти стимул уже оказать не смогут что-то что другая страна они показывают что да мы ведем переговоры здесь уже мега политический момент уже экономика отходит просто на второй план света и другая сторона показывают что они пытаются решить эту проблему но дональду трампу сейчас важнее именно поддержка верховном суде потому что он как нельзя кстати нашел компромат на сына джо байдена и и сейчас порциями выкладывает этот компромат сми конечно же это очень сильно не нравится простым американцам когда они видят что сына при будущего президента ведет себя вот так непристойно там очень такие непристойные обвинения которые соединенных штатах америки караются очень и очень строго и я думаю что в очередной раз дональд трамп хороший стратег хороший тактик он припас вот этот компромат на самый последний момент как он это делал и в 2016 году президентской гонки с хиллари клинтон да мы прекрасно с вами помним что за две-три недели до выборов в шестнадцатом году расстояние между ними было довольно таки велико но именно за последние две-три недели дональд трамп сделал такой хороший рывок что позволило ему все-таки эти выборы выиграть посмотрим сумеет ли этот фокус провернуть дональд трамп второй раз на самом деле очень и очень хочется чтобы это именно так и произошло ведь победа дональда трампа будет воспринято фондовыми рынками как позитивный момент и мы с вами можем увидеть сразу же такой всплеск наверх скорее всего сразу же будет принят пакет мер поддержки потому что он будет просто крайне необходим сейчас экономики сейчас соединенные штаты америки заняты вот этим предвыборными настроениями но как выбор только 100 пройдут утихнется вот и вся вот эта пыль нужно будет решать проблемы по экономике и здесь уже нужно будет принимать решение там и у дональда трампа будут развязанные руки он там сможет договариваться с нэнси пелоси о тех стимулах о каких он захочет но внимательно следим конечно же и за ситуацией в сенате может быть получится такая ситуация о которой мы с вами говорили летом этого года вот в этом видео до когда и палата представителей и сенат будут за демократами фактически дональду трампа просто останется там поставить свою подпись до президент может накладывать вето но я думаю что на это он не пойдет для российского рынка тоже более выгоден президент дональд трамп несмотря на то что именно при дональде трампе были введены самое большое количество санкций самые жесткие санкции водились именно при дональде трампе но кстати говоря дорогие друзья сейчас у дональда трампа не будет таких сильных обоснован оснований до вводить санкции против россии как это было вот в предыдущие четыре года потому что здесь он должен был оправдываться перед всем населением до что он не пророссийский он именно поэтому и вводил санкции сейчас у него такой задачи на 90 процентов я уверен в этом стоять не будет но еще один момент про который стоит обязательно отметить прочитал это на одном из форумов честно признаюсь не моя мысль но эта мысль мне понравилось это то что при приходе демократа помимо того что будет введены налоги да и фондовые рынки будут находиться под давлением американские а следственно будут находиться и другие мировые фондовые рынки здесь вероятность введения вот еще какой ситуации негатива для нашего российского рынка косвенно конечно это то что демократы могут вновь снять санкции с ирана пойти в очередной раз на сделку да мы помним как при президенте бараке обами была заключена сделка если санкции в очередной раз будут сняты с ирана то какое огромное количество нефти хлынет тогда на рынок соответственно нефть резко может подешеветь а это крайне не выгодно для нашей для нашего и российской экономики потому что как не заверял нас владимир путин что мы слезаем с нефтяной иглы пока этого не происходит конечно же это очень негативно может отразиться тогда и на нашей национальной валюте да если нефть будет падать то тогда девальвация рубля просто-напросто будет неизбежно именно поэтому победа дональда трампа еще и с этой точки зрения нам крайне и крайне необходимо но уже именно уже таких как для именно сна самой страны все вы прекрасно знаете что я именно болею за дональда трампа я сделал на него ставку через своих знакомых которые живут соединенных штатах америки кто-то меня спрашивал и в чате меня ребята спрашивали как то это сделал и комментарии под видео писали нет я сделал ставку через знакомых соединенных штатах америки у меня очень много что сокурсников что одноклассников живут именно в Штатах. Дорогие друзья, стали говорить про пару рубль-доллар. Напоминаю, что у вас осталось несколько дней для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе по прогнозу курса доллара на 31 октября 2020 года. Ссылка на это видео есть в описании, в закрепленном комментарии. Переходите по этой ссылке, пишите свой прогноз. Напоминаю, 4 знака после запятой. Вы должны единственное быть подписанными на наш канал. Дорогие друзья, призом будут служить ваши донаты, которые вы отправляете по самой первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии на сайте. Там донаталерс, вроде, если я не ошибаюсь, так называется этот сайт. Сейчас призовой фонд составляет 650 рублей. Ну, дорогие друзья, хотя бы до 1000. Надеюсь, вы сумеете этот призовой фонд довести. Также, дорогие друзья, если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если видео не понравилось, тогда ставьте дизлайк. Но единственная тогда просьба, напишите в комментариях, почему вы ставите дизлайк, чтобы я хотя бы понимал, что именно вам не нравится. Дорогие друзья, напоминаю, вы можете проспонсировать данный YouTube-канал, получите доступ к прямым эфирам с ребятами из закрытого чата. У нас есть Яндекс.Энд, правда, последние несколько дней не выкладывал туда статьи, из-за того, что очень-очень занят внутри дня. У нас есть открытый Телеграм-канал, где публикуются новости с различных источников. Ну и также у нас есть аккаунт в Инстаграме, где публикуется очень много полезной и нужной информации по мультипликаторным, по техническому анализу. Различная, очень много информации, для чего, какая статистика необходима. Для новичков аккаунт инвест-профит будет просто незаменимой вещью. Я же с вами, дорогие друзья, сегодня на этом уже буду прощаться. Сегодня второй день Лиги Чемпионов. Вчера моя любимая команда «Зенит» меня очень-очень сильно огорчила. Мне ужасно не понравилось, как даже они играли. С такой игрой, конечно, выходить из группы в Лиге Чемпионов мы не сумеем. Но зато понравилась игра Краснодара. Вот сегодня посмотрим, как в группе смерти будут сражаться уже московские железнодорожники. Сегодня они с Зальцбургом будут играть. Но надеюсь, что хоть на ничейку они сумеют наиграть. Хотя надежды очень и очень слабы. Ну все, дорогие друзья, на этом я с вами уже прощаюсь. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин